Всем привет! Сегодня мы говорим о Турции. Хочу поднять такую тему, которая иногда у нас всплывает под видео о свадьбе в турецкой традициях и так далее. В комментариях она раньше встречалась, всплывала эта тема. А те, кто планирует вступать в отношения, именно свадьбу в Турции, может быть, где-то по турецким традициям и так далее, а не по европейским, вам на заметку предупрежден, значит, вооружен. Мы сегодня поговорим о золоте, которое дарят на свадьбу. Вообще о золоте, да? В Турции на свадьбу дарят деньги, купюры, либо золото. Золото специально купленное в обменниках в довизию. Или бывают это красивые украшения какие-то элегантные, которые потом ты можешь носить, с бриллиантами в том числе. Но свадебное золото, это просто, это не у всех так далеко бывает. И это маленький процент шанс того, что у вас так будет. Потому что существует золото на свадьбу, да? Что это такое за золото? Это золото, оно немножко не такое, менее ценно, чем в Европе, где-то в России золото. И золото не носибельное, а как вложение. То есть это крупные тяжелые браслеты, кольца, перстни. Или просто ободки такие, браслеты тоненькие. Могут быть ожерелье просто из золота, прям такие монетки на шею ожерелье. Или там пояс золотой может быть из этих монет. Или на шею такая история. Короче, чтоб до локтей, дорого-богато. То есть вы знаете, да, наверное, традицию слышали, что стоит жених с невестой, когда им подходят в очередь, выстраиваются гости на свадьбу. Дарения делают, на них повязочки. На которые, как вы знаете, ленточка. Жених, невеста, свидетель, да? Вот на такую ленточку. Выпускник в школе у нас. Весят, короче, денежки на скрепки. И кто-то одевает золото из гостей, кто принес золото. Также золотые монеты. Они не как украшения идут, а просто на булавочку пристойки. Вот стоят, в общем, жених с невестой, их одаривают. Так вот, как традицию, я думаю, в интернете везде вся эта история есть, видео всякие. А что потом-то с золотом происходит? А потом, я еще хочу рассказать о важности этого золота. Дело его ценности, скажем так, материально, это второе дело. Золото я бы назвала как кольцо всевластия во властелине колец. У кого золото, тот и правит балом, тот в доме начальник и хозяин. Уже в молодой семье. Объясняю почему. Очень важный момент. Я бы прям советики даю, знаете, того, кто здесь пожил, девчонок, которые только в это вступают. Делайте выводы. А кто уже, может быть, накосячил, можно еще что-то отмотать назад, что-то перевернуть, переиграть историю. Вам так будет лучше. Как правило, мужья в эту историю, золото, золото, это большие проблемы и скандалы. Самый лучший вариант после свадьбы, это не все так вообще поступают. Самый лучший вариант после свадьбы сдать это золото в банк на хранение в ячейку. Так делают не очень многие, но, честно скажу, довольно-таки мудрые, умные люди, которые знают, что могут быть конфликты и проблемы. Минус какой? В банковскую ячейку за ее аренду надо платить деньги. Но, в принципе, короче говоря, почему бы и нет. Ну, золото лежит там условно. А ну, золото, это как, знаете, его либо тратят тут же. Я вот два варианта, как я вот по-житейски, да, посоветую. Сдать, если оно вам не нужно, вы в нормальном достатке живете, трат вам не нужно. Это золото лучше положить в банк, чтобы оно хранилось, чтобы никто до него не прикасался, да. Чтобы эта ячейка была для молодожен. Ни в коем случае мама, теть и свекрови, и там кто-нибудь, теща, не подопускаем до этой истории. Второй вариант. Сразу же золото надарено или деньги там, ну, про золото говорим. Вообще вот этот капитал, старт семейный, финансовый. Лучше сразу пускать в дело, вкладывать в квартиру, в обустройку, в ипотеку, в недвижимость или в мебель. В общем, вы поняли, да, на семью. Или там беременность, на ребенка. Короче говоря, это надо либо спрятать в банке, либо потратить. Классическая история, которая в Турции идет, это, так скажем, как я сейчас рассказываю, это такие прогматики, молодое поколение, больше так поступают. Но традиционно золото хранится дома, в семье, и тут начинается. Порой эти скандалы начинаются уже на свадьбе или на первый день после свадьбы. Кто будет хранить это золото? Это, знаете, такая стычка, первая война свекрови и теща, кто заберет себе бабки? Они не будут его, допустим, так тратить. Кто хранит, в кавычках, тот имеет власть. Это очень важно. Мое мнение, как человека здесь пожившего, хранить это должна не мама и не свекровь, невестки. Должна хранить новая жена, скажем так, новая хозяйка положения. То есть ты вчера была невесткой, а сегодня ты уже хозяйка своей семьи. И своей семьей руководить должна ты. И золото хранится у вас дома должны. Или в банковской ячейке, вот это правильно, на мой взгляд, самое безопасное место для хранения. Или вы его тратите, в семью вкладываете. Отдавая вот это кольцо всевластия, вот это рычаг давления своей маме, это конфликт, ты обижаешь свекровь и мужа. Отдаешь свекрови, она считает так же себя... Короче, понятие это идет... Это можно, в принципе, понять. Это две мамки. Твоя и его воспитывает... Мы говорим сейчас про турчанок, кстати. Я про турецкие семьи сейчас говорю, если что. Очень часто свекровь забирают к себе золото. Типа, ты иностранка, ни черта не знаешь, ни правил, ни традиций. Родителей твоих здесь нет, они идут за границей. Заберу к себе. Вот под этот шумок очень часто. А потом она гаечки вам в семье закручивает. Имейте в виду. А если это турецкое чистое отношение, они, представляете, мамки воспитывали детей. Свадьба это очень важно. Если еще и денежки в семье, правильно как-то партию хорошую найти своему сыночку или доченьке. Понимаете? Это вложение. Они помогают детям свадьбу делать. Приданное там собирают. Денежки. Вся история. И у кого вот это все аккумулируется, подарки все, золото, то тот как бы, знаете, за ним будет последнее слово всегда. Потому что у меня есть рычаг давления. Не факт, что они там будут шантажировать деньгами. Не отдавать их или еще что-то. Просто, условно, у кого золото, у того власть в кармане. Вот и все. Если вы это будете... Вы в этой ситуации, как невестка, никогда не будете правы. Да, я про турчанку сейчас рассказываю. Поэтому правильно оставить себе. Если ты демонстративно отдаешь своей маме, то ты своей свекрови утираешь нос и говоришь, по сути, там, ваше мнение здесь ни при чем. Вот и все. Вы здесь никто в моей семье. У меня, типа, я со своей мамой в коалиции. Если ты не дашь свекрови, то пощечина маме твоей. Я про турецкие отношения. Так вот, касаемо иностранок. Очень часто свекрови здесь, вот пользуясь, я уже говорила, ты ничего не знаешь, ни традиций, безопаснее, надежнее, и очень хорошо проезжают по ушам. Что дает вот это золото, его просто хранение у свекрови дома? Это всякие порядки. Это просто чувство ЧСВ на самом деле, да? Чувство собственного достоинства, своей какой-то власти. Ощущение, что тебе подчиняются. Потому что, когда какие-то конфликты происходят, если она начинает подгибать под себя невестку, очень часто все эти... И невестка сопротивляется, вот иностранка, например. Свекровь как оскорбление может манипулировать золотом. В какой степени? Я же золото храню. Как только поругались, забирай. Мне вашего ничего не надо. То есть, это, знаете, я типа забираю на хранение, несу за него ответственность, и, короче говоря, я такая благородный поступок делаю, ответственность на себя беру. Я же вот о вас думаю, я такая хорошая, правильная. И если вы что-то там не так сказали, не так брякнули, вы разругались, а она типа демонстративно возвращает золото, как показатель того, что вы мне не доверяете. Я, короче, жертва. Я храню, я жертва. Я под опасность себя ставлю. Золото, деньги, ответственность, вся история, да. Но я вам... И, короче говоря, чтобы не было этих конфликтов проблем, от золота всех отодвигаем, оставляем себе, на свою семью тратим или в банк относим. Все просто. Потому что это терки вообще лишние будут. Никогда не давайте людям вообще в принципе по жизни рычаг давления на себя. Зачем вам это делать? Это же бред вообще. Далее. Что из этого я какие истории видела? Очень часто в турецких семьях, я вообще не про иностранок, даже говорят про турчанок, я слышу истории, когда золото со временем исчезало. Я так скажу, первое время, очень многие частые истории, либо вообще с концами, как бы некрасиво, знаете, вот он рычаг давления, спрашивают, а что там на золото, все ли в порядке, ты же не болеешь каждый раз проверять. Но когда люди отдают золото, там, например, своей кровью или тещей, там, кому-то не важно, они делают опись очень часто, или фотографируют это золото, если это какие-то украшения, сколько, чего, чтобы вопросов типа, а-ля там не было, чтобы я там, типа, ничего не исчезло, не украла. Но спустя какой-то промежуток времени, а-ля там 5, 7, 10 лет, то есть долгий период времени, когда к этим деньгам, к золоту, скажем так, про него подзабыли, это наш там капитал, он типа есть и так далее. Какие варианты могут быть? Кто-то из родственников может сказать, ой, у вас же золото со свадьбы есть, как капитал, давайте обменяем на деньги, пойдем в довис, и можно какому-то брату, кузену, или сестре, родне, короче, на институт, на ипотеку, кто-то может попросить эти деньги в долг, потом отдавать, а потом могут и не отдавать, это от семьи будет зависеть, да, то есть от отношений. А следующий момент, который я тоже встречала, когда про деньги или золото забываются, потихонечку, по чуть-чуть отщипываются оттуда украшениями, денежками, растраты идут. Вы же это не постоянно контролируете, правильно? Это вообще раз в год, дай бог, эта история вся всплывает, что-то об этом вы говорите, никто ничего не проверяет. В общем, когда вы спохватитесь через 5, 7, 10 лет, там уже ничего может не остаться от этого золота. И, ну, а что маме скажете? У всегда есть предлоги какие-то хорошие, чтобы эти деньги потратить. Ну, сынок, она скажет, например, если это ваша свекровь, ну, твоему братику, он там, не знаю, залез в кредиты, он там, не знаю, брал квартиру в ипотеку. Вообще, по-правильному, это, конечно, спрашивается у владельцев этого золота, условно, у вас, да, должно быть. Но если это вот такие безотказные отношения с перепутанными семейными связями, когда выделяют одного ребёнка в семья, в другого не очень и так далее. В общем, если там есть любимчик, вот этот любимчик пришёл к маме, поплакался, она, конечно же, как любящая мать, отщипнула от другого сына, например. И так потом, когда-нибудь вернёт, вложим обратно, никто ничего не заметит. А тот не планировал ничего возвращать. И свекровь тогда стоит вот в этом, понимаете, опять в позиции жертвы она остаётся, а жертвы зятки-гладки. И она говорит вам, вашу супругу, ну, я думала, он отдаст, я не думала, что она будет обманывать, а денег по факту нет. Мы смотрим по факту, денег у вас нет. И ваш муж злится, ну, я жена-маму, да как, ну, она ж сыну своему помогает, это же с братом проблема вообще, я на брата должен наезжать и так далее. Ну, по факту денег-то у вас нет. Какая разница, в чём у них какие отношения, понимаете, вот эти вот конфликты. И очень часто, когда так денежки пощипывают, либо вообще пропадает это золото со временем, куда-то оно рассеивается, скажем так, что-то тратится, но не на вас. Так вот, со временем очень часто никто ничего не возвращает или подключается семейные связи и говорит, ну, что, семья же важнее, чем деньги и так далее. Но по факту, подаренное вам из ваших карманов вытаскивается. На самом деле, это называется кража, я бы так это назвала. Как будто удаётся съехать, очень часто из-за золота вот эти всякие ругания, скандалы семейные, люди не общаются. В общем, там, где деньги, там проблема. Поэтому, кто вступает в отношения, только, даже если ты иностранка, тем более, знаете, незащищённая позиция, тебя можно вот так легко на эту тему развести и получить то, что ты хочешь. Деньги, подаренные вам. Если у вас есть какой-то долг, там, на свадьбу вы, например, долг брали у родителей, вообще они обычно готовят к свадьбе, то не просят возвращения какого-то, или там кредит, например, взяли. Ну, короче, есть какие-то условия, допустим, вы должны что-то отдавать, отдайте, но оставшееся у вас остаётся, у вас хранится, либо тратите вы на себя. К сожалению, вот этот капитал, браслеты, деньги, подаренная вся история, имеет свойство испаряться. Это и финансы, это и инфляция, и так далее, ценность там. короче говоря, честно, мой совет, быстрее это надо впускать всегда в дело, чем дальше, тем больше процент вероятности, что вы это растрясёте, растеряете, или у вас это как-то отнимут, и так далее. Надо сразу, либо я храню, но я имею доступ к этому. Потому что появится всегда, понимаете, когда после свадьбы знают родственники, ближайшие, братья, сёстры, или кузены, хорошее отношение в семье, все знают, что у вас была свадьба, что вы там, например, деньги, золото не потратили, если у вас есть какие-то такие родственники, которые хотят, любят в долг занимать, да не отдавать, это в Турции вообще нормальная история, очень часто так делают, на вот этих родственных связях съезжают, то родственники будут знать, что у вас есть что взять в долг. И они к вам первым придут, и понимаете, отказать будет очень трудно, некрасиво, о вас там некрасиво будет в семье думать, говорить вашему супругу, и ваш супруг скажет, блин, ну как мы откажем, они же знают, значит, свадьба была, деньги дарили, ты в поясе золотом стоял, о чем мы как скажем, куда мы его делим, ничего не купили, как мы откажем, не дадим в долг, правильно? Можно не дать в долг и отказать, но все будут судачить, обсуждать и все так далее, то есть вы будете в таком свете, как бы, и так начинать семейные отношения, тоже как бы не очень приятно, правильно? Так вот, чтобы таких некрасивых ситуаций не было, вот это кольцо все власти остается только у вас. Особенно те, кто это проходил, напишите вашу историю в комментариях, и интересно очень почитать, чтобы по этому поводу думать. Но у меня, в принципе, уже, да, были установлены до свадьбы личные границы, мы немножко с мужем пожили до свадьбы, и как бы у меня это все уже установлено было, кольцо все власти, а в моральном плане было у меня, и желание у свекрови залезть там, или что-то, вообще у нас такого нет, каждый живет своей семьей, как и полагается, кстати, по-нормальному-то, да, и все, что какие-то деньги, или на свадьбу, или на рождение ребенка, не все родственники могли приехать там, поздравить, и у меня очень тяжелая послеродовая вся история была, да, ребенок постоянно болел, там, траля-ля, еще мало первое время, кто не смог доехать издалека, откуда, из других городов, высылали золото, подарки какие-то, ребенку мне свекровь все приносила, вот она у меня вообще, ну, в принципе, может, человек такой, да, боящийся, дай бог, что-то подозрит, да, она наоборот, я тогда вот это не понимала, зачем она так отчитывается, там, вот, из-за такая, это я там из Мармориса прислала, вот золотая монетка, вот, ра-та-та-та, вот, пожалуйста, там, вот, смс, то есть она так отчитывалась, что я ничего себе не, то есть она очень старалась, я не понимала, почему только она мне, я ей доверяю, что она так отчитывается, для меня это было непонятно, а потом, когда я пожила, и вкусила этих историй, я поняла, почему она не хотела со мной попортить отношения, она сразу так все обставляла и показывала, что я тут не при делах, я только передала, вот, все, пожалуйста, то есть вообще, и таких вопросов тоже у родственников, у нас у кого-то, займите в долг, у вас там деньги, типа условно ездят, хранятся, тоже у нас этого не было, нет, и мы, вот этот, скажем так, капитал какой-то, подарки и так далее, вот, у нас было, у меня бы, этим, честно скажу, заправляла я в семье, не муж вообще, у меня, он у меня такой не интересующийся, эта история, у нас все в семье я, заправляю, как бы у меня все полномочия, скажем так, классический матриархат в семье, все полномочия мне сдал, и поэтому, если это были подарки на ребенка, это мое было видение ситуации, и муж мой был не против, только за, он тоже со мной был, разделяли у нас одинаковые точки зрения, так вот, подарки на ребенка, мы тратили на ребенка, то есть подарили, например, золото, да, мы его собрали, пошли, обменяли в обменнике на деньги, и купили ребенку все, что там ему нужно было, там, нет, коляску мы не так, не надо просто дарили, в общем, какие-то такие вещи, да, гаджеты всякая, вот эта вся история, мы просто потратили на ребенка, а что это хранить? Ребенку на ребенка, и сейчас, когда дарят какие-то подарки, деньги, родственники на день рождения, это ребенку на ребенку, то есть, если это была когда свадьба, эти деньги мы пустили в бизнес мужа, ну, как бы ему это надо было, у меня претензий никаких не было, тоже сообща вся история, он пришел, сказал, гаджет, тра-та-та, вот я могу там расшириться условно, и такую сумму там, естественно, да, без разговоров, это все равно в нашей семье, вот, как бы результат, все у нас в порядке, то есть, я за то, что эти деньги надо оприходовать, скажем так, сразу впускать, иначе они потом имеют свойство разлетаться. Какие у вас комментарии на эту тему? Интересно ли вам это было послушать? Такие тонкости жизни турецкой здесь. Если вам нужна моя консультация как психолога, под видео в инфобоксе моя почта, пожалуйста, пишите мне на почту, с темой письма консультация, если вы хотите свою историю опубликовать на канале, чтобы дала какой-то ответ, разобрала ее публично, то история от Анонима. Спасибо всем за внимание, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока!